Как приобрести дом на 30-40% дешевле рыночной стоимости? Прямо за мной находится дом, средняя стоимость которого составляет в районе 370 тысяч в этом районе, но мы приобрели его за 225. Сейчас расскажу почему. Всем привет! Меня зовут Нина Лях и я реалтор в штате Миннесота. Такие варианты выходят на продажу, когда банк забирает за неуплату и выставляет этот дом на продажу. Обычно, когда банк забирает такие дома у людей, они стараются максимально навредить дому, чтобы банк не мог продать его дорого. И сейчас мы можем посмотреть, насколько хватило фантазии у этих людей перед тем, как они съехали с этого дома. Такие предложения продаются довольно-таки быстро, потому что на них большой спрос. И если вы хотите приобрести такой дом, то вам необходимо сотрудничать с реалтором, так как такие дома в первую очередь появляются на площадке для реалторов. Но перед тем, как мы зайдем внутрь, я хотела бы немного рассказать о процессе покупки такого дома. После того, как выходит такой дом на маркет, то можно поехать его посмотреть, оценить стоимость ремонта и сделать предложение банку. Только помните о том, что ваше предложение будет не единственным, будет еще много человек, заинтересованных в этом доме. Поэтому ваше предложение довольно-таки должно быть приемлемым, чтобы банк был в нем заинтересован. Если бы мы предложили банку выплатить всю сумму наличными, мы могли бы сэкономить еще 1020. Ну что, давайте посмотрим, как выглядит этот дом внутри. На входе дом выглядит довольно-таки неплохо. Здесь еще есть бейсмент, но туда мы пойдем позже, а сейчас мы пойдем на верхний этаж. Начнем мы с кухни. Кухня выглядит, конечно, ужасно. Над стенкой смотрится, они хорошенько постарались. Походу, у них ушло на это время, но они его не пожалели, чтобы ее так ободрать. Кабинеты также смотрятся, что они прихватили с собой посудомоечную машину, микроволновку и ободрали также немного эти стены. Дек смотрится неплохо, но довольно-таки старый, наверное, потому что они за ним не ухаживали. Зал выглядит довольно-таки неплохо, за исключением того, что они содрали ковролин. Кстати, это дом 1972 года. В нем находятся три спальни и два туалета. Сейчас мы пойдем их посмотрим. Откуда паутина? Я не могу понять. Он здесь долго стоит или что? Да, уже полгода. А что так долго не продавался? Потому что Redemption привит. Пока банк выселяет их, пока они съезжают, потом они ждут, пока... Ну, знаешь, банки специально ждут, не выставляют дома на маркет, чтобы их много на маркете не было. Потому что если они сразу все выставят, их много будет на маркете, они за копейки уйдут. Субтитры сделал DimaTorzok Судя по моему виду, в доме довольно-таки холодно. Но дом не в плохом состоянии, потому что приходилось видеть намного хуже, когда люди, съезжая, разламывали все стены, и это выглядело ужасно. У нас остался еще бейсмен, давайте посмотрим, что там и подведем итоги. В бейсменте дела обстоят немного хуже. Первое, что бросается в глаза, это, наверное, вот эти волнистые стены. Здесь у нас Family Room, и дальше мы можем видеть спальню. Когда вы покупаете новый дом, бейсмент обычно идет с голыми стенами, полом и потолком. Нету электрической проводки и труб. И когда люди заезжают в такие дома, они стараются все это закончить, чтобы добавилась жилая площадь в доме. Таким образом, цена на такие дома подымается. Здесь мы видим, был законченный бейсмент, но, к сожалению, здесь придется все переделать, потому что все в очень плохом состоянии. Уникальность этого дома, что здесь находится вторая кухня в бейсменте, и люди ее достроили после того, как купили этот дом. Но выглядит она намного лучше, чем та, которая находится сверху. Последнее помещение, это эта техническая комната. Еще она называется Landry. Здесь должна находиться стиральная машинка, сушильная машинка. Также за мной находится отопительная система, санузел и фильтр для воды. В среднем дом довольно-таки в неплохом состоянии. Здесь просто, видишь, здесь не опасно вкладываться, это не рухлядь, он нормальный. Просто, как бы, знаешь, если бы покупать, когда, знаешь, здесь все гнилое, тогда опасно. А когда здесь так просто чуть-чуть немного ремонта поделать, оно нормально все. Еще одно преимущество этого дома, что здесь имеется довольно-таки просторный гараж, но две машины, которые нужно довести до ума. Покупая такой дом, вы в любом случае получите выгоду. Либо вы покупаете его для себя, либо покупаете для того, чтобы сделать ремонт и перепродать, либо для того, чтобы сделать небольшой ремонт и сдать его в аренду. Если вас интересует покупка подобных домов с аукциона, вы можете связаться со мной. Моя контактная информация под этим видео. Также подписывайтесь на мой YouTube-канал и Telegram-канал, где я даю полезные советы и скидываю актуальную информацию. До новых встреч!